Ярослав Тимофеев, и вы пришли на лекцию под названием «Воздушный Феликс» про композитора Феликса Мендельсона. Я когда выбирал концерты для сопровождения их своими лекциями, сразу остановился на сегодняшнем вечере, потому что у него очень редкая и выигрышная для меня программа. Три сочинения одного композитора, причем не какие-то разные, известные и неизвестные, редкие, новые, а три знаковых сочинения, которые фактически представляют собой портрет композитора. Вы знаете, наверное, что такой самый-самый классический концерт, образцовый, должен состоять как раз из трех вещей в трех жанрах. Это бубертюра, концерт для солиста с оркестром и симфония. И вот сегодня как раз все эти три жанра будут представлены, но не просто какими-то из сочинений Мендельсона, а самыми важными. Вообще, если немножко так огрубляя говорить, то три сегодняшних сочинения занимают места со второго по четвертое в наследии Мендельсона по популярности. На второе место совершенно точно можно поставить концерт для скрипки с оркестром. Очень известная вещь, очень любимая, особенно скрипачами самими. На третье место я бы поставил в Артюг пьесе «Свою летнюю ночь». На четвертое место «Итальянскую симфонию». Ну а первое место, я думаю, вы уже догадались, это «Свадебный марш». Мы о нем тоже сегодня поговорим. Более того, еще одна выигрышная деталь концерта в том, что он представляет трех Мендельсонов трех разных периодов его жизни и творчества. Потому что у Вертюра «Свою летнюю ночь» написано, когда ему было 17. Это юношеский Мендельсон такой. «Итальянская симфония» написано, когда ему было 24. Это молодой Мендельсон. «Скрипичный концерт» написано, когда ему было 35. И это уже поздний Мендельсон, потому что прожил он всего 38 лет. Ну, в общем, уже понятно, почему я решил сопроводить этот концерт. Рассказом о человеке, композиторе, для меня об одной из самых обаятельных фигур в истории европейской музыки. И сейчас мы этот рассказ начинаем. Мендельсон родился в идеальной семье. И у него было идеальное детство. Просто мечта. Дед его был крупным, выдающимся еврейским философом, религиозным философом. Его звали Моисей Мендельсон. Он вошел в историю своей теории о том, что люди всех религий перед Богом рабов. То есть такой вот немножко экуменизм. И эта идея была очень близка Мендельсону. И, собственно, дети Моисея, их было шестеро, воплотили его идеи в жизнь. Таким образом, двое из них остались иудеями по вероисповеданию. Двое перешли в католицизм и еще двое в протестантизм. И наш герой как раз происходит из той семьи, которая стала протестантской. Его отца звали Авраам Мендельсон. И он не пошел по стопам своего отца. Он не занимался гуманитарными науками, а он основал банк. И банк очень успешный, банк братьев Мендельсон, который просуществовал в Германии до 1938 года, когда его раскрамили нацисты в связи с национальной принадлежностью хозяина. Почему я говорю, что детство Мендельсона было идеальным? Ну, во-первых, это потрясающее образование и воспитание. Мендельсону были даны знания во всех возможных науках и искусствах. Он перевозил книги с греческого, он занимался живописью, он прекрасно знал литературу, он прекрасно знал европейские языки, говорил на четырех свободно. И если даже начать перечислять людей, которые приходили в дом Мендельсонов и к которым приходили Мендельсоны, просто дух захватывает на одну только букву русского алфавита «Г». Там пять великих фигур. Это Гёте, Мерхангольм фон Гёте, который, несмотря на разницу в 60, наверное, лет, был другом маленького Мендельсона. Они общались. И забавно, что Гёте писал Карлу Центеру, учителю Мендельсона, что твой ученик говорит, как взрослый, а Мендельсону было 12 лет. И дальше Гёте добавляет, Моцарт в таком возрасте лепетал, как ребёнок. Гёте мог сравнить Моцарта с Мендельсоном благодаря своей долгой жизни. Далее. Это был Эрнест Эодорома Дейфон Гоффман. Это был Генрик Гейнен. Это был Александр фон Гумбельт, основатель Берлинского университета. Это бесконечное количество главных, лучших умов Европы. Да, Фритрих Гегель тоже захаживал в доме. То есть можно сказать, что наставниками в широком смысле слова Мендельсона были действительно лучшие умы Европы. Только на букву Г, сколько представьте, сколько на основе. У него был один из лучших учителей музыки в тогдашнем музыкальном мире. Это Карл Центер, которого я упоминал. И отец Мендельсона с ранних лет понял, что будет музыкант, будет композитор. И он поощрял занятия своего сына всеми видами музыкального искусства. То есть Мендельсон был прекрасным пианистом. Замечательным певцом. У него был хороший голос. Он умел играть на скрипке. Он замечательно играл на органе. И он был европейской знаменитостью как дирижер. Не говоря уже о композиции. То есть абсолютно все возможные соприкосновения с музыкой у него были. Ну и так, чтобы добавить, чтобы вы поняли это ощущение, как он постигал музыку, скажу, что пьесы Баха, Генделя, Моцарта и многих других композиторов он играл по автографам, по оригиналам. В общем, совершенно невероятное детство, которое предполагало счастливую будущность. Тем более, что Феликс в переводе означает «счастливый» человеческого. Так что, в общем, все обещало большую карьеру. И в целом Мендельсон ожидания своих родителей оправдал. У него была старшая сестра, которую звали Фанни. И это очень важная персона для понимания Мендельсона. Она на пять лет была старше. Продолжая сравнение с Моцартом, которая сопровождала его всегда, скажу, что также и у Моцарта была старшая сестра Ланнеры, которая тоже прекрасно занималась музыкой. Они играли в четыре руки. В общем, Фанни Мендельсону очень много дала. Но со временем в музыковедении и вообще в, так сказать, в общественном мнении о Мендельсоне сложилось такое представление, что Фанни доминировала над Феликсом. Она многое за него решала, якобы. Ну и вообще их отношения были настолько тесными, они настолько любили друг друга, писали друг другу, по-настоящему любовному письму, что друзья семьи, когда приходили в дом, даже в шутку спрашивали, когда свадьба Фанни и Феликса будет. Есть такие конспирологические теории о том, что Фанни Мендельсон на самом деле написала большую часть музыки за своего брата. Но исследование автографов это опровергает. Этого не было, конечно, но некоторые вещи действительно она написала. Например, шесть песен, которые вошли в опыск 8 и опыск 9, которые вышли в печать под именем Феликса Мендельсона. Мы не знаем точно, почему они так решили сделать, но это факт. Сама Фанни была великолепным музыкантом. У нее 460 произведений, то есть она совершенно такой самостоятельный человек. И центр, кстати, говорил о ней, что она играет на фортепиано, как мужчина. И для той эпохи это была высшая похвала. У меня в детстве была такая глупая фантазия о том, как встречаются Мендельсон и Агент 007. Ну, вы знаете, как представляется Агент 007. Бонд. Джеймс Бонд. И тогда ему бы ответили Мендельсон, Феликс Мендельсон, Людвиг Феликс Мендельсон, Якоб Людвиг Феликс Мендельсон, Якоб Людвиг Феликс Мендельсон в артуре. У него было 5 имен. И это имена не династические какие-то, они все связаны с религиозными вопросами. Дело в том, что родители Мендельсона, когда ему было 7 лет, решили тайно крестить его в протестантизм, потому что понимали, что евреям будет сложно пробиться в высший свет и достичь успеха. И при крещении ему дали вот эти два дополнительных имени Якоб Людвиг. Уже потом, еще через несколько лет, родители Мендельсонов повторили за своими детьми это обряд, крещение, они тоже стали христианами и взяли себе вторую фамилию Бартольди. В Бартольди это была такая молочная фирма дяди Мендельсон, она так называлась. И, кстати, дети восприняли это очень по-разному, они уже были более-менее взрослые. Например, младшая сестра Мендельсона, Ребека, она не приняла эту фамилию Бартольди совершенно и до конца жизни подписывалась Мендельсон не Бартольди. А сам Феликс тоже немножко допустил больность. Дело в том, что отец взял эту фамилию именно как двойную и две части фамилии должны были писаться через Дефис. Мендельсон, Дефис Бартольди. А сам Феликс решил писать свои фамилии без Дефиса и это был тот редкий случай, когда отец на него сильно рассердился. У нас, кстати, в русской традиции принято писать через Дефис, а вот в английской это два разных слова, так как и хотел сам Феликс. Уже в 12 лет Мендельсон написал маленькую оперу, немецкую оперу «Синкшпиль» под названием «Солдатская любовь». И что сделал отец? Ну, вместо того, чтобы погладить поголовки, он просто в зале своего огромного особняка построил небольшой театр. он заказал музыкантов из королевской капеллы и устроил премьеру этой оперы 12-летнего сына. И это Мендельсон очень вдохновило. В тот же самый год, когда он был 12, наступил буквально бум в его голове. Он написал еще три оперы, шесть струнных симфоний, сонату, органы, сочинения, еще кучу всего. Только за один год. Потом отец повез сына в Париж, показать музыкальному свету. Там был такой очень злой директор Парижской консерватории, Луи Джеки Убини, который в историю музыки вошел тем, что отказал Листу в поступлении в консерваторию, а Берлио загонял из библиотеки, потому что тот не являлся официальным студентом. Но вот к Мендельсону он оказался очень даже расположен и приглашал его учиться у себя в Париже. Но Мендельсон отказался, точнее отец его отказался. Они вернулись в Берлин. Мендельсон продолжал активно писать. И дальше наступает момент чуда. В 16 лет Феликс Мендельсон стал зрелым, великим композитором. Он написал струнный актет, опус 20, который является абсолютно совершенным сочинением, в котором нет недостатков, которое не в чем упикнуть. То есть можно сказать, что он достиг творческой зрелости в 16 лет. Буквально кусочек из этого актета я хочу вам поставить. КОНЕЦ Это будет важно для разговора, который я начну буквально через минуту. В следующем году, когда Мендельсону было 17, он написал еще один шедевр, который вы сегодня услышите в зале, «Увертюрук» пьесе «Сон, летнюю ночь» Шекспира. Вы услышите, что музыка довольно близка к тому, что происходит здесь, в этом скерце. И, собственно, в двух этих сочинениях Мендельсон нашел ядро своего стиля, самое ценное, что навсегда осталось его музыке. И если так вкратце, образно охарактеризовать, что это за ядро, то можно обратиться к самой пьесе Шекспира, к ее героям под названием «Эльфы». Эльфы у Шекспира – это маленькие крылатые существа, волшебные существа, которые живут в лесу. И, в общем, довольно добрые существа. Сейчас молодежи здесь немного. Молодежь в основном знает эльфов по толке, но по «Властей и колец» там это совсем другие персонажи. Но у Шекспира – это как раз такие вот… Важно, что они маленькие, важно, что с крыльями. Именно таковое ядро Стивена Индельсона. Музыка в высоком регистре, очень часто, в очень быстром темпе, и при этом маленькие, быстрые, ровные длительности. То есть это быстрый темп, не нервный какой-то, не дерганный, а такой вот ровный. Этим создается ощущение такого волшебного полета. Можно было бы подумать, что это Шекспир подсказал Индельсону своими эльфами, но акцент-то написан на год раньше. То есть, на самом деле, это сам Индельсон придумал, а через Шекспира нам просто проще объяснять эту специфику его так называемых волшебных скерцов. Вот волшебная скерца романтическая – это достояние Индельсона, он это нашел. Безусловно, романтизм тогда существовал уже лет 10-15, можно сказать, и были образцы такой волшебной фантастической музыки, например, у Вебера, который тоже захаживал в дом Индельсонов. Но там волшебство такое, знаете, чтобы шокировать, такое волшебство. А у Индельсона эти эльфы такие, будто бы это они написали эту музыку. То есть, никакого желания произвести резонанс, никакого желания удивить нас. Он пишет свои волшебные скерцы так, будто эльфы действительно существуют, и они нормальные существа, люди, ничего у них такого особенного нет. И от этого ощущения волшебства только больше. Ощущение реальности волшебства. Но, чтобы не было все так волшебно и бестелесно, скажу вам, что в заключительной партии Увертюры вы услышите осла, еще одного героя пьесы Шекспира, такого противоположного эльфа, очень смешного и кающего осла. После этого, когда в 17 лет Мендельсон написал эту вещь Увертюру, стиль его, в общем-то, практически не менялся. То есть, он действительно стал зрелым композитором, он нашел себя. Но Мендельсон был бы не Мендельсоном, если бы он только писал музыку. Его влекли большие общественные задачи. И уже через три года он совершил акт, который до сих пор помнят, который вошел в историю. В 1829 году он впервые исполнил страсти по Матфею и Ганну Себастьяну Баха. Дело в том, что Мендельсон вообще обожал старинную музыку, музыку эпохи Барокко, Баха и Генделя. И, более того, он, возможно, первый композитор, который изучал музыку вообще всех доступных ему эпох. Он изучал палестрину, это гораздо более ранняя музыка, когда был в Италии. Он изучал классиков венских. То есть все, что было до него, ему уже было интересно. Ранее, до того, истории музыки как бы не существовало. То есть игралось и слушалось то, что пишется сейчас. Как вот в современной популярной музыке. То, что написано пять лет назад, в общем, уже не актуально. Так же было в классике. Вот Мендельсон обернул как бы музыку вглубь, в историю, в колодец ее. И его влекла эта огромная вещь, этот монументальный шедевр «Страстит Матфею». Он хотел их исполнить, но его учитель, Цельдор, говорил, брось, это невозможно. Мендельсон не бросил и в 20-летнем возрасте осуществил эту грандиозную премьеру. И, в общем, благодаря этому событию, вошел в историю как такой первый открыватель Баха. Это его огромные достижения. И через Баха он пришел к другой стороне себя, к ораториальной стороне. То есть вот задумался он о написании серьезной, большой хоровой музыки в духе «Страстит Матфею». И через много лет воплотил эту жизнь. У него две больших оратории — Павел и Илья. Павел в 36-м году написанная оратория посвящена истории апостола Павла, изначально Савла, который был гонителем христиан. Но однажды по дороге в Дамаск он услышал голос Бога, который сказал, что «Гонишь меня?» и обратился к христианина. Естественно, для Мендельсонна это была очень личная тема в связи с его собственной религиозной историей. И оратория получилась мощной, грандиозной, в то же время очень стильной. И она имела бешеный успех. Она исполнялась по всей Европе. Тогда это была единственная оратория романтической эпохи, которая действительно была востребованной, и постоянно звучала. При жизни Мендельсона именно Павел был самым исполняемым его произведением и сделала ему европейское имя. Чуть позже он пишет итальянскую, а затем и шотландскую симфонию. Вообще у него пять симфоний, но вот самые известные две, которые названы именем двух стран. И тут вот что интересно. В этих симфониях очень много музыкальных размеров, которые называются шесть восьмых. То есть, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Шестидольный размер, который из всех классических размеров является самым легким, самым полетным. Опять возвращаясь к теме эльфов, полетности и волшебства. И вот у меня такое ощущение возникает, что Мендельсона специально выбрал такие страны, где в фольклоре, в народной музыке постоянно используется размер шесть восьмых. Это правда и для Шотландии, и для Италии. Итальянскую симфонию вы сегодня услышите и шестидольные эти размеры обязательно почувствуете. Спустя шестнадцать лет после овертюры к «Сну в летнюю ночь» Мендельсон возвращается к Шекспиру и пишет всю необходимую музыку к этой пьесе «Сну в летнюю ночь». Там очень много номеров, и как раз среди этих номеров затесался свадебный марш. Первый раз этот марш был исполнен не в театре, а на церемонии бракосочетания в 1847 году в Англии. Но этот случай прошел как более-менее незамеченным. А вот через одиннадцать лет, в 58-м, королева Виктория, великая грейская королева, которая была подругой Мендельсона, выдавала дочь замуж, старшую дочь, которую тоже звали Викторией. И она решила, она хорошо разбиралась в музыке, и решила сделать так. На вход в храм на Менчане исполнялся марш Вагнера из «Опера и Лоенгрин», а на выход она решила исполнить марш Мендельсона. И вот с тех пор именно марш Мендельсона, а не Вагнера, стал самым популярным свадебным маршем всех временных народов. Он исполнялся, вероятно, миллиарды раз. Публично, я думаю, что мало какие сочинения в истории музыки могут сравниться по чистоте публичных исполнений с этим маршем. Разве что травмы марша Шопена из «Торой соната», который, кстати, забавно, что он был написан всего через пять лет после марша Мендельсона. Вы простите, за пять лет до того. То есть оба наших главных марша, свадебные и похороны, появились практически в одно время. Свадебный марш Мендельсона прекрасен тем, что начинается он, в отличие от Вагнеровского, кстати, с трех минорных гармоний. То есть сразу минор, потом еще одно отклонение в минор, потом еще один минор, и, наконец, мажор. Ну, вы прекрасно знаете, что минор – это знак скорби, печали, по крайней мере, грусти, мажор наоборот. И, казалось бы, как странно, да? Зачем только минор в свадебном марше? Я думаю, это не потому, что, как говорят, хорошие девы, правда, не назовут. Нет, я думаю, что это ощущение вот слез, которые на первом плане. Мы все представляем себе эту плачущую невесту, когда уже все кончено, они выходят с церемонии венчания. Вот мадрецом почувствовал вот этот сентиментальный момент, плача, вынес его на первый план и тем самым сделал свой марш таким любимым. И я думаю, что мы не будем стесняться и прямо здесь и сейчас послушаем эту прекрасную музыку. Пусть слушатели сегодняшнего концерта, которые здесь не сидят, подумают, что у нас тут праздник. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. 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 В Лейпциге Медельсон был главным дирижером знаменитого оркестра Гевенхгауз. Он основал серию исторических концертов первым в мире. То есть давал такие просветительские программы от древней музыки к музыке его дней. И очень много музыки он открыл. Например, девятую симфонию Шуберта он как раз впервые продирижировал. И все шло прекрасно, пока 14 мая 1747 года не умерла от инсульта Фанни Мендельсон, сестра Ей было 42 Вот 14.05 дата смерти, дата инсульта А 28.10, то есть ровно умножить на 2 Случился инсульт у самого Мендельсона Он не мог пережить эту утрату 28 октября был инсульт, 3 ноября второй инсульт И 4 ноября Мендельсон скончался, ему было 38 Его хоронили в Берлине, около могилы сестры И поезд, который ехал в Берлин, ночью останавливался на каждой станции И на каждой станции собиралась толпа людей, которая заходила прощаться с этим гробом Его смерть была воспринята как межнациональная, общеевропейская катастрофа Журнал «Музыкальный мир» влиятельный тогда написал, что в музыке наступило затмение Авторитет Мендельсона был безмерно велик Но прошло несколько лет, его фигура из-за того, что она была такой легендарной, такой величественной Стала как бы романтизироваться, механизироваться Был написан роман о его жизни И постепенно Мендельсон превратился в такого, ну, в миф самого себя И в этом мифе было очень много как раз сентиментальности Люди лили слезы над его ранней смертью и над его музыкой и так далее И, конечно, когда появились свежие молодые композиторы, которые хотели идти вперед Для них Мендельсон неизбежно стал символом чего-то такого вот неприятного, старого, такого, давлеющего И особенно досталось Мендельсона от Вагнера, который в 1850 году публиковал статью Довольно безобразную с точки зрения, которая называлась «Еврейство в музыке» Публиковал он ее анонимно, в которой обругал Мендельсона как представителя этой национальности То есть антисемитизм набирал обороты тогда в Германии Кстати, говорят, что даже Шуман в личных письмах уже выражал такие нехорошие вещи Это, в принципе, сидело в умах немецких уже И вот параллельно рос антисемитизм И параллельно росло неприятие Мендельсона как символа такой уютной бюргерской сентиментальной музыки И к концу 19 века, в общем, его имя стало таким почти ругательным Конечно, он исполнялся, но, в общем, не считался великим Ну, а при нацистах его музыка просто-напросто была запрещена вообще Более того, памятник Мендельсону, который стоял в Лейпциге Около памятника Баху, около собора святого Фомы Тайна ночью был уничтожен, вывезен и уничтожен И восстановили его только в 93-м году Причем на другой месте уже В общем, так получилось, что на многие годы Прижизненная слава Мендельсона сыграла с ним злую шутку Сыграла во вред Но сейчас это все далеко позади Сейчас в западной культуре, да, в общем, во всей мировой культуре Мендельсон занимает очень почетное, мощное место Никто не сомневается в его заслугах И все-таки мнение о нем в основном такое Его музыка безупречна Его музыка идеальна, прекрасна Но мало кто назовет Мендельсона своим единственным, главным, любимым композитором И вот интересно разобраться, почему так происходило Собственно, даже в 19 веке Вот давайте посмотрим, что говорили коллеги, умные коллеги о Мендельсоне Петр Ильич Чеповский говорил Безугоризненная чистота стиля Но не Бетховен, не хватает величия Николай Рюбинштейн говорил В сравнении с другими великими сочинителями Ему недоставало глубины, серьезности, величия Но все его создания образец по совершенству форм По технике и по благослучию Видите, почти та же самая музыка Шуман говорил Это Моцарт 19-го столетия Но, видите ли, великого композитора не надо сравнивать с Моцартом Даже того же Шумана самого ни с кем не нужно и невозможно сравнить А Мендельсона все-таки сравнивали И вот когда мы говорим о Мендельсоне Можно поосуждать о таком явлении, как феномен идеального композитора второго ряда То есть он действительно безупречен Но как бы невеликий Как выразился американский критик Генри Льюис Менкен Если Мендельсона и не доставало настоящего величия То самую капельку Вот интересно, где эта капелька и почему Всю жизнь Мендельсон шел как бы между двух огней Вот его идеальный тонкий стиль Все время грозил упасть с одной стороны в сентиментальность И вот в скопичном концерте почти упал временами В такой уютный домашний такой биттербайн А с другой стороны его стиль грозил упасть в менторство Вот его огромные оратории Такие патриотичные, величественные, религиозные Они были такие по-немецки тяжеловесные все-таки немножко И вот Мендельсону удалось каким-то чудом пройти По этой тонкой кромке И в этом смысле, наверное, его ранняя смерть Кажется какой-то по-своему оправданной Вот в том смысле, что она не позволила ему упасть никуда Он не успел Он сумел сохранить вот эту свою чистоту Что касается стиля К какому направлению отнести Мендельсон? Конечно, это романтизм И во музыке есть все признаки романтизма Это интерес к национальной культуре Которой я тогда проснулся Это интерес к истории Это интерес к сказке и фантастики Это лирика Это чувственность Это индивидуализм Все признаки, кроме одного Конфликта личности с миром То, о чем Гейнер сказал Мир раскололся на дворе И трещина прошла через сердце поэта Вот не было в Мендельсоне этой трещины То есть, если в классике Венской классике Как бы человека, как личности еще не было Это была музыка универсума То в романтизме эта личность появилась Пришла И она есть у Мендельсона Но его личность гармоничная Она не конфликтная То есть, он говорит Да, я человек, я индивидуальность Но мне нравится этот мир Мне хорошо в нем Я не вижу какой-то проблемы А все вот эти великие неистовые романтики Которые вокруг него творили У них этот разлом был Вот в этом такая огромная разница При этом, конечно, в Мендельсоне было много И вот барокко, как я уже говорил От Баха, от Генделя И очень много адвенских классиков И это сравнение с Моцартом В чистоте стиля Всегда его сопровождало То есть, как бы вот Он был такой ровный, гармоничный И зачитал себе все Если Коротко и грубо сказать То музыка романтиков Всегда пишется про главное Про любовь и про смерть Музыка классиков Пишется про саму музыку Это так называемая чистая Абсолютная музыка Она как бы не про нас Не про что Вот музыка Мендельсона Она и не про главное Ей в то же время Ее нельзя назвать чистой Как же ее можно назвать? Чем? Вот я предлагаю такой образ Представим, что Венская классика Классическая музыка Это комната К началу 19 века К появлению романтизма Комната эта стала душной И вот пришли романтики Они распахнули двери И в комнату ворвалась гроза И поломала там всю мебель И вот гроза случилась И мы все покорены А если говорить о Мендельсоне То он открыл эти двери И впустил в комнату воздух Но никакой грозы И вот Мендельсон Это классическая комната Но наполненная воздухом Поэтому наша лекция Называется Воздушный феликс И сейчас Вы пойдете В нашу большую комнату И я уверен Что вы почувствуете С первыми звуками Этот восклух Мендельсона Ну а тем более Что и вентиляция В зале хорошая Спасибо вам большое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ